Всем привет! Буквально вчера написал человек, что у него есть Ауди, в общем, на какой-то стэч 2, я так понимаю, хочет на нем замерить до замены даунпайпа, это выхлопная система. В общем-то, ребят, сейчас я сам не знаю, что там будет, едем туда, смотрим и все показываем. Такой вот автомобиль, это Ауди А3, вот ее только-только взяли, ну, давайте так, хозяин машины будет за кадром, ну, не захотел человек, так скажем, показывать, стесняется, да, скажем так. Ну, это нормально, я такой сам был. В общем, цена давай машины, вот так, чтобы сразу уже понятно было. 16 тысяч долларов стоит эта машина 2015 года, не Штаты? Америка. Америка, да, ну, у нас это распространено. В общем, ребят, А3, Америка, желание с этой машины добиться какого-то потенциала, ну, в виде, как бы, S3 Audi, да, типа, на подобии 3 Audi. Это как бы уже спорт, спорт, да, S3, да, и этот автомобиль вроде как по заводу едет, ну, давайте расскажем уже, 6 секунд. По заводу, да, показывают в интернете, что едет 6 секунд, потенциал у этого мотора очень большой, можно тут делать и делать при наличии денег. Ну, понятно. Обещают, что вот после выхлопа, после чипа и впуска будет ехать 4,3, 4,5. Да, ну, кстати, это реально, они даже быстрее было отъедут, в зависимости от того, какой будет стэч, кстати, у тебя, вот, ну, у тебя остается, вижу, обычная тормоза, все для обычной, это стандарта для Audi, да. Пока тут ехали по пути, так еще рассказали, что есть пружины, поменяли, стойки, в общем-то, эту машину конкретно взяли вот для того, чтобы добиться какого-то результата. Так это машина единственная, так же мы вывестили, то есть, последневная машина, правильно? Да, последневная машина, других нету. То есть, у тебя стэч 2, это в планах, это максимум, правильно? Ну, посмотрим там. То, что дальше, там уже немножко рискованно, знаешь, типа для... Гибридную турбину сюда еще можно поставить. Ну, это уже, по-моему, не стэч 2. Это стэч 3 уже будет, да, цена вопроса, там, 700 долларов в Киеве делает турбоадок, эти турбины заводские, он переделывает ее полностью, остается только корпус старый, вот. И чип, и вот 420 сил, как на Golf R, в принципе, можно достичь. Ну, они очень хорошо нету сюда. Да, да. У меня было когда-то... Когда-то у меня было одно видео, ну, точнее, не у меня конкретно, а у Андрюхи на канале, я, может, то есть, я найду его, прикреплю к этому в описании, там, где я ехал ходом с такой Audi, она, по-моему, была S3, но она же была на этом стэче, вот именно на третьем стэче 400 с чем-то сил. И получается, как бы, ходом, мы ехали, как с ним, ну, типа, 100-200, да, и получается отходом, у меня получилось 100-200 где-то корпус урвать вперед, ну, так, у меня на себе принцип по времени, так оно и получалось. Что моя машина где-то с 10 секунд ехала, и эта Audi ехала так же само 10 секунд, 100-200. Но, квотер Audi, это, выезжает из 19, ну, то есть, там, с ней уже, там, на квотере, то есть, 402 метра с Audi, даже тягать самые восьмерки шансов не было, из-за старта. У них очень хороший старт, там. Ну, да, полный привод, все-таки, как-никак, конечно. Мы сейчас проверяем, просто ее заводские 0-100, ну, завод обещает 6 секунд до 100. Это просто, ты встал с места, нажал педаль газов и поехал, короче, то есть, это весь ее, никаких двух педалей, ничего такого нету. Так, надо пропустить чуть-чуть вперед, да, грузовичок. Ну, да. Да, и как будешь готов, в принципе, можно будет ехать, у меня тут, ты остановись полностью. Угу. Ты стадион, а нам эта линия старта не важна. Ну, все, как готов, будешь ехать, и все. У тебя до этого был A4 Audi, да? Обычно это так же, да? Тоже на выхлопе, на чемпионате была у меня тоже. А ты замерял? Нет. Не знаю, да, сколько она ехала? Да, я не знаю, сколько она ехала. В Camry 3.5 ехал. Прямо все с ними хотят поездить, почему-то не знаю. Нет, в Camry 3.5 не ездил. Исключение Бог. Я забыл. Давай, давай. Вот, сейчас она пошла по-лучшему. Это такой старт, да? У нее вяльник, а потом нормально начинаю, да? Вот уже суточка есть. Ага. Есть. Все. Все, все, все. Смотри. Котер 14.6. 0.106. Ну, это из этого старта. Она как муравей покатилась, а потом как пришел. Сейчас попробую с двух педалей, да? Ну, если хочешь давай, да. Ну, я думаю, там и из 6 будет. Что-то как из двух педалей. Из 6? Может быть такое, да. Ну, может быть, это положить. Не каждый день делаю, поэтому можно попробовать один-два раз. Весь у тебя просто 60 футов для полноприводного автомобиля очень плохие. Поэтому я тебе говорю, что там может быть получше. Хотя 60 футов идет 2,4. То есть 2,4 это, ну, так едет примерно заднеприводная машина, которая буксует. С плохим стартом. Поним? Ну, друбированная миссия. Вот так вот у меня на восьмерке получалось 60 футов лучше моей 2,2,2. Ага. Понимать, я вижу, у тебя 2,4, у тебя полнопривод. У меня какая-то бедурич. Что там? Да. Завод обещает 6,8. У тебя сейчас полнопривод включена стабилизация. Да. Я думаю, из-за погоды, из-за того, что сейчас зима у нас, скорее всего, она где-то там немножко поддушила еще. Поним, чтобы она не буксовала. Угу. И поэтому у тебя и 6,8 включилась. Ну, тут факторы. Ак-мотор 14,6. 14,6. 14,6, да. Ну, вот ехала, у меня, помню, Audi была, по-моему, A6. По большим кусочкам. Ну, она уже была на каком-то там ключе, ну, типа стейджа, наверное, или что-то такое. Ну, в общем, она поехала 12,9. Звук педалей. Ага. Ну, педали с 13,7 я не могла, там 13 с чем-то было. А вот с двух педалей вышла. Ну, я не знаю. У нее явно, что что-то там у нее больше, там, чего-то, короче, потому что... Не может... Разница 14,6, да, и 13 секунд, это почти там, ну, около двух секунд разница. Это очень много для квотера. Это космос, ну, как бы считается так. Там даже секунда для квотера, это считается очень большая разница. Ага. 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 612-0100, 612-0100 и 14-16 эклод. Ну, то есть полусекунды ты на квотере снял. Получается. А 0100 плохо. А 0100 ты снова снял больше полусекунды. Где-то 060-06, ну, 06 секунды снял. То есть он лучше было, да. в принципе я не знаю можешь еще если хочешь но я думаю смысла нет да ну примерно вот она так и не нет ну да согласен прибор выпал возможно он сыграл какую-то роль можем просто еще и еще раз для точности а потом просто с машина выйду это еще 0 2 секунды снимешь где-то то есть где-то из 14 она выйдет может давай проверим на лучшее время сам проесться просто на эти со стороны если надежда что она выйдет из 14 поедет там может 39 ну это стандартная машина поэтому для нее я считаю это хороший результат будет все-таки видите да вот прикольно идет тихая машина все на старт у нее все равно такой щадящий как я заметил я просто повык когда-то те audi едут на уже на стейдже у них старт совсем другой она больше как пулей идет знаете то есть получается пинок идет на старте и она вот двигает а вот здесь такого нету и мне даже это больше нравится потому что это идет как бы меньше нагрузка на привода соответственно что на коробку и она дольше проживет но это стандарт опять же я там обратил внимание те кто-то подставил да немножко фольксваген но взял прям перед носом вы увидев они посмотрим я думаю что покотор не вышло да ты тормози до года финиша видишь у тебя запоротый замер я вижу окончается финиш до ниже 150 а ты вижу шоу на рост роста потом ты начал сбрасывать подрезали меня больше делать да давай ну давай ну давай что ты уже знал да или пусть она остынет машина надо лишь у раз продуть ее может продавать сам проду его мне потом высадишь или все не будем сейчас я мучиться сильно даже окажет у тебя получилось она но что поехала до 98 заводские крюча 6 до 98 забываем этих машинах нужно пристегиваться на наш круг уже есть даже мулях так как вот у тебя вышел такой запоротый 14 14 12 короче я думаю что она должна выйти я думаю 13 9 шансы есть сейчас и мы в этом уже убедимся сами давайте мне и старт такой щадящий начальник вообще восхищаюсь очень сильно молодцы эти инженеры на аудио конечно думали очень хорошо но понятное дело когда уже полезешь в тюнинг уже все эти чипы понятное дело что уже будет другой более агрессивный старт и соответственно уже совсем будет по-другому все вот кажется мне что все-таки она пошла лучше раз увидим сразу можем ехать же да заодно посмотрим твой результат не очень стала 6 3 почему-то 14 в общем 14 14 15 тебя было но с запорным замером сейчас я вижу все хорошо по разному бывает ну да ну давай так скажем низкий 14 секунд да мы знаем да то есть а потом уже когда сделать все эти дела мы еще все проверим и уже поймем что того что того это улучшение для обычной аудио третий но предположительно я думаю 13 5-16 она должна поехать это картина стать 2 может быть лучше но посмотрим да это покажет уже потому что все я подбил уже тоже на все эти поездки зимой нужно надо делать вложили но вон ты планеты замеры всякие это даже быть и я что-то продамое вместо бежима сверка счастлива поеду посмотрю что она поедет интересно это цена за литр сотого бензина 38 гривен 10 копеек вот так вот приходится уходит восьмерка заправлять этим бензином и никакой деваться надеюсь в будущем подешевле бензин потому что 38 гривен за литр это конечно многовато хотя это происходит во всем мире я так понимаю можно сказать разбудил восьмерка 7 спячки в общем-то всегда мне мешала мысль о том что у меня уже задняя тонировочная пленка уже такая стала кстати фонари я покупал уже такие в таком виде уже с поклеенная пленкой по факту ну и можно просто переклеить ну честно скажу я пара мне кажется я уже снимать потому что лучше же она будет не тонированная чему с такими вот разводами кстати также у меня на то фонаре есть трещина и раньше видел посмотрим и мы еще подозрение что нужно нагреть феном и нормально окроника снять гореть не пришлось вот такая фара идет без тонировочной пленки не очень не нравится конечно вот трещина уже есть в одном месте в другом месте откуда честно я не знаю прибыль ударов никаких не было а может где-то что-то не заметил это витя потоку затекала вода с мусором по надел что я снял ее лучше если что теперь делается не знаю пишите кому так больше нравится какой-нибудь тоже неплохо смотрится в принципе буду даже сейчас еще не моменты немаловажный уже поменял я датчик и скорости вот образца значит один же стоит это я завышу не запасной чем проблема у меня получается весь сезон проблема в том что у меня на машине есть лаунч и общем датчик когда вы делаются машина думает что скорость 0 соответственно режем не обороты я к процессе когда еду начинаете под дергаться стрелять а то есть вы типа этот лаунч который срабатывает то есть все из-за датчика скорости фактически эту проблему можно как решить либо сделать очень надежно даче скорости есть варианты как бы но не этот вариант что я взял это ее стандартный вариант но он не годится либо такое качество либо просто она не выдерживает все эти обороты которые делается что как в общем то ребят либо отключение лаунча то есть лаунч отключил соответственно проблем этих не будет единственное что управление на дом будет тоже немножко кривое потому что опять же управлять надува идет от скорости автомобиля в общем ребят если получается как я раньше ездил поначалу у меня не оба не управлять надувом не было ни лаунча то эти проблем как бы и не было и она все работало поэтому сейчас я надежда что это удачка на какое-то время хватит тоже имеет запасной попробую проехаться попробую что она будет фираля месяца это подбила мне это затея всеми замерами и шума вчера сандрюха ездили на копейках на шестерках там замеряли что сегодня audi получается ну вот я выехал на восьмерке немножко дам ей кажется проехаться проверил работу этого датчика скорости так ли он работает я не буду замерять честно говоря не та погода действительно для этого переднего привода автомобиля покататься уткается жажду говорится утолить это мы сделаем решил воспользоваться возможностью и поблагодарить человека который мне задонатил вот этот генератор честно необычно для меня потому что он абсолютно новый я так и написал в сообщении шуме есть новый генератор я говорю может быть не стоит как бы новый отдавать если бы я хотел продать я был продал хочу вам помогать бы отдать этот генератор в общем то вот он у меня уже есть и вы знаете очень приятно как бы не ожидал что такие вещи новые даже могут скажем так задонатить честно мне он не нужен на данный и на один проект потому что в принципе все же были у меня с рабочими генераторами но будет запасной получается вот такая вот красота спасибо ивану ивановичу так вот его зовут город днепр еще раз за эту штуку скажем так да пойдет она меня на полочку будет ждать целого часа но только по моим нуждам не на продажу естественно что заметил что заметил пары но они стали не черные лучше так или так или или не на вас когда черный ну да он просто нужен вся поэта по я видел поэтому пришел снять я не заметил прикинь сразу посмотрел хорошо значит нравится особо нету да ух где-то был раньше до беда выбрали а как и проедем сюда а я без амера без ничего а ее смыслами до кушаю проехал там получается что секундочку секундочку прихожу такой что действительно мне кажется начал работать дачи скорости то есть сейчас в принципе можно было бы даже попробовать ее поехать но он вовсе только маленьком надуве потому что иначе ну сейчас выйдешь покатимся как бы нас помнишь такое лето да да я этого так жду постоянно говоришь об этом я постоянно топлю голову лёхи лето-лето эх лето запустите все так первые выезды после простоя зимнего вот эти два пища так ну давай стартуем допустим добрый носик а вот пальцы такой твердый поможет или это 5 лёш какой форме решите в коментах ну я думал это 4 ну вот она моя вот эта кровь когда супер кровки передач на первое длинное ты что короткий прикольно прикольно я соскучился уже по этим ощущениям в животе вот это когда вжимаем щекотка что прилипает сиденье надо повесить сюда фунт знаешь какая англичане так делают они вешают сюда на стекло фунт если человек при наборе скорости его сможет снять то вообще это считается не спортивная тачка понял ну да чтоб так вжимала чтоб не достал а если он достанет то этот потом я за пункт сказал образно может там сто фунтов вешать нормально первое дам всех агенту и может лично наваливать я не мог ее удержать вот это вот это вот ты искренне эмоции прям тебе царю класс класс надо себе для институт запилить ты куда едешь на трассу нет мы тут по кругу по райончик пройдемся в красс они такие замеры все это состояние орел замеряться просто не интересно кстати сегодня в этом же ролике что мы сейчас записываем ездила audi стандарт завод ее сделал да по стандарту ездила и ты знаешь на время показала не хуже чем эта восьмерка извините эта машина audi более новая свежая да скажем так свежая восьмерка да понятно что разный уровень подготовок там полный привод там ну все равно завод понимаешь это завод и просто я купил и поехал вот я сама замечаю что начали мне расти обороты сами я правда здесь нету пакометра нету вижу час упали на ваших поток идет а мы же на него заняты это потому что быстро больно происходит по скорости либо доедем немало прокатились понравилось покатушка это конечно мне всегда нравится когда еду на тургомашины сколько же не ездил по давно слета но не слета с 8 наконец-то новости самол씨 в конце летом верно снулась конца лету свет не за свою я же если вы еще на каких-то уже не помню на каких-то есть Пошел дождь, прогноза не было, пошел дождь. Да, кстати, дождь вообще не кстати. Я ездил на «Бетерне», помнишь? Да, да, да. Когда дрифтили. Ну, это в «Гимску», да. Ну, какая разница, все равно, что ощущения получили. Опа, Леша, стартует. Уже провоцируешь, подождем ездить решить. Все, сдал позицию, Леша. Аутлендер. Приехал вот нас с закат. Дождь пошел. Дождь, кстати, именно кстати, потому что омывайте на таких машинах. Как правило, нет. У меня тоже нет, кстати. Тричь нет. Алексей. Получается мокрая, понял, коробка? Да. Я думаю, что она даже нормальная, даже не станет просто в обычной поездке какой-то. Ну, да. Так, Леха, давай, давай. У нас идет съемка. Это все был букс, чтобы вы понимали, ребята. Машина, машина буксует. Да, дорога, это все. Дорога мокрая, да, Леха? Ну, вообще, невозможно ехать без. До этого она еще как-то более-менее ехала, да? Да, а тут все хуже. Согласен. Зато резина чуть-чуть освежит, да? Конечно. Дождь пошел, и пошел он довольно-таки кстати. Знаешь, вот скажу тебе еще по поводу дождя. Скажи мне. Я чуть-чуть переживал, что где-то ее может куда-то в сторону потянуть, но нет. Она скользкая просто, и она на месте. Это когда зацеп есть? Да, да, тогда тянет. Ну, давай. Ух, ух, круф, круф. Ребятки, это кайф. Это чистый кайф. Чистый кайф, а не еду хотя бы эффект, да? Да все равно от звука кайф. По эффекту. Все равно есть чувство скорости. Оно присутствует, как ни крути. Да, пусть не так, как по-сухому, но тем не менее. Я взлетаю в космос. Прикольно после обычных стоковых жиг прокатнуться на турбо-жиге. На турбо-ладе, ладно. Как ты? Это лада или жигули? Это лада, но все. Ладно. Такие вещи говорят, что страшные. Ладно, ладно. Клориться не надо, ладно. Шестерочка стоит на эстакаде. Что я так смотрю, в принципе, смотрится неплохо. Есть тут тонированные пленки. В общем-то, в любом случае, интересно ваше мнение. Напишите, клеить пленку, не клеить. В принципе, и так, и так неплохо смотрится. Вот. Ну, а на этом, я думаю, будет это видео заканчивать. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Мой такой небольшой влог, скажем так, связанный с какими-то покатушками, с турбо-тачками. Хоть и не по сезону, но тем не менее, мне понравилось. Проехался. Я очень, кстати, сегодня доволен автомобилем, потому что, в принципе, то, что я делал на ней, как я ехал, все работало четко. Как бы, да. Сейчас я доволен, на самом-то деле. Хотя машина простояла уже месяцев, получается. Я же не только мне езжу никуда. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и до скорого.